Марко Рубио, путинская Россия берет под свою защиту диктатуру Мадуро в Венесуэле, тыл, США. Марко Рубио, тыл, США. 12 февраля 2020 года. При Владимире Путине Россия все чаще активнее оказывает влияние и подрывает интересы США во всем мире, в том числе, в западном полушарии. Это проявляется особенно наглядно в попытках Путина поддержать жестокий и незаконный режим Мадуро в Венесуэле. На прошлой неделе Путин объявил, что направит своего министра иностранных дел Сергея Лаврова в Каракас, дабы подтвердить нелепые претензии Николаса Мадуро на легитимность. Америка оказалась в ситуации, напоминающей эпоху Холодной войны. Россия расширяет свое присутствие в нашем полушарии, распространяет свое погубное влияние и использует своих марионеток типа частных военных компаний по всей Латинской Америке, чтобы те продвигали деструктивные цели Путина и защищали российских вассалов в Гаване, Манугуае и Каракасе. Например, организация российских наемников под названием Вагнер направлена в Венесуэлу на защиту Мадуры для выполнения других секретных миссий в этой стране. Их присутствие в Венесуэле и в других местах оказывает дестабилизирующее воздействие на регион. С 2015 года свыше 4 миллионов венесуэльцев бежали в соседние страны Колумбию, Эквадор и Бразилию, чтобы найти безопасные убежища и новые возможности, а также улучшить свою жизнь. Это один из крупнейших миграционных кризисов в истории нашего полушария. Экономические последствия тоже оказались очень серьезными. Гиперинфляция в Венесуэле с 2018 года выросла на 10 миллионов процентов, о чем свидетельствует Международный валютный фонд. Дефицит продовольствия, лекарств, водоэлектричества поставил многих венесуэльцев на грань выживания, и из-за Мадура в стране сложилась чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения. Мадура и его коррумпированные дружки превратили богатые природные ресурсы Венесуэлы в источник дохода, с помощью которого они поддерживают на плаву свое преступное предприятие. Они также причастны к схеме отмывания денег на многие миллиарды долларов и связаны с несколькими транснациональными организованными преступными группировками в регионе. Сражения между этими группировками и военными за контроль над ключевыми горнодобывающими регионами также способствуют росту насилия и торговли людьми. По любым меркам ясно, что Венесуэла скатывается в пропасть, создавая региональную катастрофу, которая лишь усиливается из-за вмешательства России, Китая и Кубы. В частности, Москва систематически на протяжении десятилетий подрывает демократические институты по всей Латинской Америке. Ее роль предельно ясна, если посмотреть на ту финансовую и военную помощь, которую она оказывает режиму Мадура, взяв его под свое крыло. Но столь вопиющее международное покровительство обходится недешево. Россия инвестировала в Латинскую Америку миллиарды долларов. В одной только Венесуэле объем ее инвестиций приближается к 25 миллиардам. Это прежде всего займы и кредиты, которые она дает Венесуэле в обмен на частичное владение нефтяными запасами Каракаса. Соединенные Штаты должны четко понимать происходящее. Путин будет поддерживать режим Мадура почти любой ценой, чтобы не допустить возврата Венесуэлы к демократии, расстроить политические цели США и подорвать стабильность и безопасность демократии в Латинской Америке. Администрация Трампа заслуживает всяческих похвал за поддержку венесуэльского народа в его борьбе за восстановление демократического порядка. США должны потребовать освобождения американских заложников и предпринять все необходимые действия, чтобы ввести целенаправленные санкции против коррумпированных чиновников из криминального правительства Мадуры тех сил за пределами Венесуэлы, которые несут ответственность за поддержку режима. Соединенные Штаты должны полностью отрезать Венесуэлу от американских и иностранных финансовых институтов. Мы должны потребовать, чтобы нашему примеру последовали союзники США за рубежом. Наши союзники из группы Лимы должны дальше играть значительную роль, вводя санкции против преступной клики Мадуро и его мафиозной семьи. Мексика, являющаяся важной союзницей и партнером США в вопросах безопасности, миграции и региональной стабильности Центральной Америки, должна выйти на передний край и вновь присоединиться к этой коалиции. Региональные союзники должны действовать заодно, не давая таким злокозненным силам как Россия оказывать свое влияние. Они обязаны препятствовать разрушению демократии и ослаблению стабильности в нашем полушарии. Марко Рубио, член Сенатского комитета по международным отношениям. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.